Всем привет! Вы на канале Хадарики, Краснодарский край. Ждем гостей Лену и Андрея. Татьяна Алексеевна к нам еще придет. У нас тут пивная вечеринка. Мы накрыли стол, а камчедалы принесут свое. Мы сказали, что не надо, но они несут. Вот такой простенький стол. Сейчас Оля покажет вам, расскажет, что тут у них. Ну да. Рыбка у нас вот такая. Толстолобик, моего, скумбрия, брюшки, чипсы с маслом с икрой. Тарталетки и килечка, друзья. Ой, килечка вообще зачетная, вкусная. Сейчас мы будем пить майкопское пиво и общаться. Ну мы сначала вам покажем немножечко. Они расскажут про себя, Лена с Андреем, откуда переехали, где они купили дом. Ну на канале уже кто-то видел их, но они сейчас говорят, когда мы будем с вами пиво пить. Ну вот, наконец-то, дошла очередь до них. У нас еще сыр. Ну короче, все к пиву, друзья. Сейчас они там идут, сейчас уже позвонят. Татьяна Алексеевна сказала, я свое вкуснятину привезу вам. Она обычно какие-то деликатесы приносит. В прошлый раз она приносила что нам? Настоящий кит. В Чукотке. В Чукотке кит. Потом она еще какую-то рыбу приносила. Ну все, сейчас это самое. Ждем. Да, ждем. Они уже идут, они уже на пороге. Ну вот пришли к нам гости. Лена и Андрей. Они переехали с Камчатки. Камчатки в поселок Родники. Вы уже их видали, друзья. Мы были в гостях. Здравствуйте. Да, были, были. Мы очень были рады приходу Василия. Приехали они в Родники-1. Мы-то в Родниках, они в Родники-1. У них элитный поселок там. Ой, прям мы видали. Они крутые, что они в гостях. Они халархи. Сколько уже, полгода вы здесь прожили, да? Да. Я с апреля. Практически полгода, с 4 апреля. Ну как, нравится? А я с Майей. Расскажите. Или раньше приехать? Расскажите, а то люди хотят переезжать, расскажите свои впечатления. Ну, скажем так. Вот если сравнивать Камчатку и Краснодарский регион, да, не жалеем. Везде есть свои плюсы и минусы. Здесь свое, там свое. Что было, например, там мне не нравилось? Долгая зима очень. Много одежды требуется, как бы, для смены. Влага, очень часто дожди бывают. То есть, как бы, всегда хотелось нам солнышко побольше, чтобы было попасть туда. Пиши ли приехать сюда. Да, да, одежды меньше. До сих пор еще смело можно маечки одевать, футболочки, легкие платья без проблем, что очень даже радует. Плюс доступ к различным городам есть. То есть, по трассе можно выехать, хочешь туда-сюда, на море. Ласточки всякие там, электрички ходят. Автобусы, попутная машина, в общем, на чем угодно. Можно куда угодно уехать. То, чего нельзя сказать о Камчатке, потому что там были только самолетом. Ну, вот, в общем, такие вот плюсы. Плюс радость, что частный дом, своя территория, можно выйти, хоть ночью, хоть когда выйти, подышать воздухом, посидеть на стульчике, там, за столиком в своем дворе. Мамушка всегда близко. Мамушка всегда близко. Как хорошо там, что здесь. Вот, поэтому вот такие вот плюсы я нашла. И, соответственно, жалейте. Да, там по-своему красиво. Какая-то отдаленная ностальгия, может быть, присутствует, но ненадолго. Вот, в основном мы радуемся тому, что мы здесь получили, как бы так. Вот. Все, плюсы. Все хорошо. Ну, еще, знаете, еще плюсы вы много не видели, потому что у вас еще нет машины. Вы еще скоро приплетели, вы поедете, влага, мальчик, ну, да, о, сколько тут еще можно посмотреть. То есть, своих родственников. Помогите вам мужу, да? Ждем, приобретем в ближайшем будущем. Ну, а так все нравится. Родители с ними, кто смотрит наш канал, мы были в гостях, две мамы. Мужа, мама, моя мама, рядышком с нами. Все происходит. Передайте привет им. Пользуйтесь лбучием. А то близкого, может быть, вы не были встречаетесь с ним? С мамой? Утром на работу, вечером, не чаще. А здесь вот они как раз посмотрят. Ну, вы жили там в квартире, в своем доме не жили, да? Нет. И дачи не было, ничего не было, да? Не нужна была. Дача была, как бы, но у родителей туда мы сильно не тоже были особо напитаться. Мы никогда не было. Случай к случаю, да. Так, чтобы вот выйти и полюбоваться видами, чего-то там, я не знаю, кайфануть от того, что это твоя территория, такого не было. Дача не сильно нужна. Ты приезжаешь, что-то работаешь, делаешь и уезжаешь. То есть, получается, ты с работы приходишь домой, едешь на дачу. Нет, она как бы нужна, но не всегда удобно, потому что ты, если рабочий человек, ты должен прийти, сесть на какой-то транспорт или там на велосипед хотя бы и поехать на ту дачу. Там грязный, как поросенок ты, вы с этой дачи помыться негде, ты едешь грязный домой. То есть, как бы, не нужно. Ты же принес. Нет, ну мы когда жили в квартире, в квартире, мы на даче мы были у себя с апреля и по октябрь, пока у нас свет нет, нам нравилось, нам неохота было ехать в квартиру. Нет, это значит, другая ситуация. Нет, работали. А у нас там двухэтажный, даже три. У нас первый этаж был гараж, потом второй. И постоянно на даче работали? Да, у нас прям рядом. Да, она рядом была. А мы оттуда на работу не уже нет дачи? У нас прям с это, из ворот, прям асфальт с ворот вылетелся. Везде посмотрелся. Нам не надо по закалукам. У нас там труба сходила, у нас все, машина всегда под боком. Мне не сильно это нравилось, потому что ты уезжаешь, говорю, на дачу, это надо собраться, чтобы туда поехать, поработать там, потом назад вернуться, на следующее утро куда-то на работу. Потому что тут основное в том, что дача, не мы же хозяева были, мои родители, поэтому, соответственно, ты как бы... Когда пригласят? Да, когда папа сочет нужным поехать на дачу, все, едем на дачу. Это как по указу, а это как бы не очень. То есть ты себя хозяина там не ощущаешь, соответственно, отношение такое. Да, но это что касается нас, это у кого-то дача своя. Когда не по указу ездят, у нас так. Это... Ну а какие минусы вот вы заметили здесь? Здесь? Насекомых много летающих. А вот мы переехали, два года не было, я всем хвастал. Не, ну я, наверное, балксюду, я никуда не кусать. В принципе, вот эти вот, мне не нравятся вот эти клопы летающие, я их побоюсь. Это еще мало. А у нас на Урале тоже были, у вас были. У нас таких много не было. Ну не так, как это же количество, они замерзали. Для меня минус, вот для меня минус, это вода. То есть вода здесь невкусная, с крана не попьешь. Покупаешь, ее тоже, вот она как-то мне на Камчатке вода сентябряная. Ну конечно, Камчатку сравнил вода. Лариса тоже говорит, на Камчатке вода, она скучает по воде Камчатской. Она говорит, не почему не скучаю, а по воде Камчатской скучаю. Больше предстоит, не смею. Да, можно ко всему, разумеется. И просто надо, в общем, одним словом, куда переехал, тут оживил, все, все, уже приспосабливайся, люби тот край, в котором ты находишься, здесь и сейчас. Работа тоже есть, работа есть любая. Ну вы пенсионер. Я не пенсионер еще. Я пенсионер. Но в любом случае говорят, что работы в государственном районе, это все. Работу нашли, хорошая работа, и все отлично. Ну смотри, у нас дочка работает на Урале, и известь обжигает, да, у нее вредный, там, работа, вредный стаж, вот ей 12 лет скоро, там уже, ну все, она отработает. Она заходит в аспиратор, и вся одета, и уходит вся в извести. Зарплата 50 тысяч, здесь иди 50 тысяч можно заработать, учителем, 50 тысяч, можно даже больше заработать. Ну я водитель, вот B категория, у нас, чтобы B категорию найти на работу, очень сложно на Камчатке, практически нет, C есть, B нет, а здесь просто B легковая машина, видишь, машина дома у тебя стоит, отвязанная, зарплата тоже, где-то 40, ну вот. А это плюс-венец, 50 тысяч, они там же, им дают крема, если так, то тело сжигает. Правда, тут ты уж по дешевке. Если все тело сжигает. Радуха дешевая, есть любые, да, да. Полочка дешевая, мясо дешевая, все дешевая. Мне нравится, чтобы они могли подборить себе, тот же творог, сметана дорогие на Камчатке. Смотрите, мы еще зиму не жили, да, сапоги не надо, валенки не надо, чтобы я ухали, ухали, 5 лет, висит, а ни разу не одевал. Я то же самое говорю, что не надо шубы брать, не надо публики зима. Ты можешь взять, ты можешь попытаться продать на ВИТ, например, хотя бы. Ты можешь подарить кому-то твоё желание, но ты не знаешь, что брать не надо? Ну да, брать-то не надо. Может они тебе пригодятся, может завтра раз, зима, как пойдёт, пойдёт. Берите, берите, везите. У нас вот града не было никогда. Пошёл уже. Не было града? Вообще никогда. Да. Нет, я имею в виду вот этот вот этот раз. Да, сейчас мы сделаем, что говорится, везетопит. Не у нас только это. Везетопит он. Цветы. Как раз песня, друзья, такая хорошая. Дорите, женщины. Не надо включать, не надо. Не надо. Нельзя это. Это авторские права сейчас. Это так, где-то там дают. И то нельзя. Так Ютуб же сейчас посмотрите, получается. Ну вот я сейчас включал Рутуб только на визоре, да. Потому что караоке, да, я говорю, оба караоке-то нету у Ютуба-то. Пришлось на Рутубе, на Рутубе есть. А где Настя? В комнате? А, в комнате. Да, я говорю, давай караоке ставь. Сейчас Лена, привет, музыкант. Попоём. Пианино у нас нету. Пианино у нас нету. У меня есть, да, не пианино. А гармошка у меня есть. Пианино у нас нету. А ты визна? В тысячи граммах, да. В тысячи граммах. В тысячи граммах. Ты тоже визна. Папа мой мог играть с удовольствием. Так, учиться. Да? Я не волшебник. Сейчас зимой, а сейчас нет. Я не волшебник учиться. Сейчас с этого вечером уже неохота что-то делать. Скоро научиться сейчас. Огород уберёмся в огороде. Выйдет. На гитаре играл. А потому что сколько? С 40 лет играл, у меня и пальцы что-то не проживает. Это можно? Да. Уже неохотно. Знаешь, как все аккоры ставят, я думаю, да? Это надо опять учиться. Ну все, друзья. Нет, подожди. А еще не все? Что-то еще хотел спросить. Ну вот насекомые мне нравятся. Насекомые, да. В принципе, наверное. Насекомые, есть змеи, есть потом... Змеи не видели. Где камни, где вот такие тени, они там вот это. Все надо убирать там. Вот камень возьмешь, там такие маленькие такие вот. Андрей, у вас там крыка ждать? Там в саранчике находил, там в теле она сидела. Я думал, там это, проволока упала у меня там. Вот это вот тоже. На рыбалке, садок достаю железный. Сейчас я ее за мной крык, сейчас смотрите. А, они гадючки там моих рыб это все проглатывают. У меня даже на канале было. И торчат потом. Че себе. Да, я брал лопату и тугую там. А так они срыгивают и это... Защитите природы. Да, это гадюки. Ну там ужи тоже плавают. Черепахи на воде. Че только нету-то. Ну не знаю, не минусы я говорю. Только вода. Никакие насекомые что-то я не знаю. Вода? Временно. Вода, поставь фильтр и все. Никакой будет никаких. Ну кто что говорит, кто говорит. Чайник можно. Ну а мы 13 лет прожили. Это через фильтр. Это через фильтр вода. Да, да. Встали полгода и полгода. Мне не нравится. Знаешь вот этих... Прожили в банк. В этих... Она вот чем-то у нее это... Такой привкус какой-то... Да, она тоже напоминает. Такой как железом каким-то. Ну терируемый. Не, ну она получше, повкуснее. Ну конечно, когда без фильтра, она у нее вкус там всякие вот эти... Без фильтра у нее. Всякие железы, она... Вкус у нее конечно приятнее, когда без фильтра. Ну она там уже 10. Ну как? Ну она лучше, чем без фильтра, да. Да, да. Но все равно вода какая-то... Нет, потому что теплая. Была бы она холодная, ты бы не заметил. Не, ну смотрите, я не договорил. Жили мы в квартире 13 лет. Мы пили воду с известью. Ну это хлор как-то. Она ж воняла там. Пьешь ее в лавну. Прям запах. Вот. Пили же мы и жили. А иногда откроешь кран, там же песок сыпется. Это речное у нас. А тут начнет там. Я не знаю, кто нападал. Да это нет. Это просто на трубах железное что-то. Там же накапливается. Там только открываешь, что все так чудно. Пробивает на поле. А эти песок что ли? У нас такого не было вообще. Да нет. Это вот в трубах накапливается. Остальные минусы никакие не заметили. Ну должна подойти Татьяна еще Алексеевна. Она у нас приехала с этой... Она сама скажет. Я уже забыла откуда ты кахал. Она это... А мы эти... Костромский. Она сейчас разговаривает. Жара бывает, но жары как таковой я тоже не замечаю. Жарко, да. Было было жарко. На них уже не сидит. Похоже на улице. Я утром, вечером, а потом под навесами. Вот. Всегда так, да. Утром, вечером, а когда жара будет. Лишнюю тарелку вы можете еще... Навесы, навесы обязательно здесь нужно. Настя... Очень спасает. Нельзя. Перекусить. Нет, понятно. Нет, она едва цитая. Вот как я же. Видишь, у меня здесь. Я раз перешел. Или я здесь зашел, там вышел в тот навес через дом. Ну все, друзья. Что делать? Мы будем продолжать застолье свое. Отдыхать. У нас сегодня суббота. Сегодня какой-то божественный праздник. Оля сказала, мы сегодня будем рады. Рождество Пресвятой Богородицы. Пресвятой Богородицы. Всех с праздником. Да. Всех с праздником. Ну все, друзья. Смотрите канал Хадарики. Ставьте лайки в шейхе и комментарии. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok